Привет Всем привет Всех с праздником Собора Иоанна Крестителя Вот В общем вот такие вот дела Встань А у тебя на зарядке Полностью полгик видно нормально На зарядке просто Вот так вот я его живу Мне просто спросили Покажите Показать Какие размеры нарезаете Полосочки Я как бы Так размер то не важен Особто Ну не вот такие конечно Но там с палец С большой Не перебиваю Вот К примеру если ткань вот такая вот Нежная Это полгик весь нежный Он из тонких материалов Если ткань среднего размера Полосочки уже чуть потоньше Если уже деревушка Вот Такая Как вот прям толстая Прям как джинсовые Да Вот прям такая То полосочки уже чуть потоньше Если они не рвутся конечно Вот Если ткань гниловатая И староватая То конечно придется вот такой тушиной нарезать Практически С два пальца Если она слабая Если она прочная То с палец Вот так как она толстая Получается Не половик А дерюшка Практически Вот Ну вот так Вот такие вот я нарезаю Вот Вот так вот сижу Я работаю Вот так вот Это чтобы не скучно было Так извиняюсь Извиняюсь Именно здесь у реки Йордан В самом начале нашей эры Жил величайший святой Которого в православии Принято называть так Пророк Предтечер И креститель Господень Иоанн И принял крещение Искольких Иоанна И небо И богуя сверстность И вас Господь Иисус Это Сын И вас Иисус 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 И Бог Господь Иисус 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 Что же проповедовал Иоанн Креститель В каком родстве он состоял С самим Иисусом Христом И зачем Спаситель Принял от него крещение Почему этого пророка Современники называли Вторым Ильей За что царь Ирод Посадил его в тюрьму Зачем Соломей Попросила в подарок В голову Иоанна Крестителя И почему Иоанн стал самым Почитаемым После Богородицы Христианским святым Иоанн По-еврейски Йоханна Был сыном пожилой Долго остававшейся Бесплотной пары Храмового Священника Захарии И праведной Елизаветы Которой приходилось Родственницей Самой Деви Мари Семья жила В местечке Эйн Карым Неподалеку От Ярусалима Сейчас здесь Православный Корнинский монастырь Здесь есть храм Церковь посещения По преданию Построенный На том месте Где встретились Дева Мария И Елизавета Когда обе Были беременны Моя потом Ушла домой А через несколько Месяцев У Елизаветы Родился Иоанн Другая церковь Прямо за мной Как считается Стоит прямо там Где был его дом Вскоре после Его рождения Пришло распоряжение Ирода Убить всех Младенцев По преданию Елизавета Взяла сына И ушла Чтобы где-нибудь Спрятать его И тогда гора Раскрылась Перед ней И спасти его Сейчас Сейчас Не очень Не фокусируется Короче 5.50 мм Просто Что-то камер Не очень Фокусироваться хочет Крючок Отражающий Не очень Сейчас Фокусируется 5.50 мм Миллиметров Здесь Я уже почти Не прибавляю Ну да Это планшет Это у меня Такой планшет Это Ютуб Да Ютуб Логает Да Планшет Ютуб Одновременно Еще А Видишь Вот Ютуб Не отвечает Ок Нажми Ок Это Он сейчас Его закроет Закрыть Ютуб Да Да Он сейчас Его закроет Все А теперь Что Запускай Его Обратно Нет Подожди Вот так Вот сделать Да Хотя Это особо Не требовалось Действия Потому что Сам Планшет Закрывает Просто Процесс Закрывает И все Но процесс Он Наверное Не всегда Быстро Закрывает То есть Это как На Винде Диспетчер Задачи Это там Google Chrome Как бы не Закрываешь Или еще Что-нибудь Так Завершить Процесс Тут Чуть По-другому Ну что Мне на паз Пока Поставить Подожди Это мне тут Пишут Насчет Вещей Тип С тысяч Подписчиков Вроде Можно Так У меня Нет Еще Тысяч Подписчиков Ну и Пошли Налеко Далеко Это у кого Канал Не менее Двадцати Тысяч Подписчиков Нет Каждому Ждем С нетерпением Новых Красивых Кобликов Сейчас Будет Так Спустя Несколько Секунд Я все-таки Смог Камеру Настроить Короче Вот Крючок Вот Все А насчет Вещей Что я Хочу Сказать Это у Кого Больше Двадцати Трис Я Может И рад Но У меня 600 Подписчиков Кто Мне Даст Какие Вещи Рекламиров Когда Трудно Я Вот Так Вот Так Так Вот Когда Вот Чудь Она По Сидет Вот Мне Все В Патриот И 30 И Он Слышит Призыв Господа На Особое Служение Он Должен Стать Глазом Выпиющего В Пустыне Предшественником Мессии Он Даляется В Пустыню И У Дейско И Облачившись В Одежду Из В В Шерсти Живет Там Обожглась Вчера Нет Такую Мозоль Натирается Так от крючка Оттого Что вещи Надо Пыльные Вот так А вот Тут Болят Мышцы Вот Конечно Ну Потом Отдыхаешь Все равно Надевается Вшуру Животных Ест То Что Едят Животные А Также Дикий Мед Он Ест Саранчо А на это Знаете Далеко Не все Люди Способны По всей Видимости Иудеи Переняли Традицию Есть Насекомых У Осирийцев И Вавилоня В текстах Городской Жизни Василия И Вавилоня Сохранились Упоминания О том Что Саранчо Подавали На царских Обедах У нас даже Есть Саранчо Жаль Ради Был Что Так Не Сделаешь До Царских Обедах Она Полезна В ней Огромное Количество Витаминов Летом Здесь У нас Можно Увидеть Тех Насекомых Которых И Креститель Ел Каждый День И Местные Жители Ребятня До сих пор Находят Тут Дикий Мед Пчелы Строят Соты На деревьях И Делают Мед И Людям До сих пор Нравится Есть Этот Дикий Да Он ел Дикий Мед Я Библию Читала Два Раз Мы По Городам Когда Ездили По Ну Когда Ездили Там По Храму Библия Всегда С собой Всегда С собой Мессии Истинного Царя Из Рода Давида И Теперь И Он Говорит Им Время Пришло И Нужно Быть Готовы К Этой Встрече Он Призывает Всех Покайтесь Ибо Приблизилось Царство Небесное Уже Здоровь Здоровьем Время Время